Улица Савушкина. Утро из года в год в канун 8 марта. Да и в праздник рядом с рынком юбилейный. Идёт бойкая торговля цветами. Выгоднее места не придумаешь. Улица с интенсивным движением транспорта и студенческий городок. Чтобы занять два квадратных метра участка здесь, предприниматели должны были получить разрешение от администрации города. Помимо этого на руках должен быть акт карантинного фитосанитарного контроля на все цветы. Как оказалось на деле, показать все документы торговцы не готовы. А чтобы вам здесь их продавать, какие документы вам нужны были? Свидетельство предпринимательства. И всё? Да. Вы уверены в этом? Ну да. А акт офитосанитарного карантинного контроля разве не должен быть на продукцию? Наверное, должен быть. А у вас его нет? Есть. А покажите нам? Ну нет, у меня его ещё. Как он может быть у нас быть? Мы сами выросли на своём приусадебном участке. В любом случае он у вас должен быть, вы должны его в ветеринарные службы взять. Перед тем, как торговать. У вас его нет, да? Вот на этой точке нам документов не показали. Здесь есть разрешение на торговлю, что у первого предпринимателя, что у второго. А вот акт карантинного фитосанитарного контроля пока никто не показал. Идём дальше. Эти молодые люди торгуют тюльпанами из Краснодарского края без разрешения городских властей. Все документы нам обещают оформить. Мы возьмём разрешение. Мы просто только поставили. Я сейчас пойду брать разрешение администрации. А вы знаете, что надо заранее, даже за две недели брать это разрешение? Ну мы не знали. А вот как сегодня узнал, я пойду сейчас возьмём разрешение. У вас есть акт фитосанитарного карантинного контроля на продукцию, которую вы везли в Астрахань из Кубани? А мы здесь купили их. Вы же сказали из Кубани. Их никто не подготовит. Акт карантинного фитосанитарного контроля на цветы выдаёт Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Документ гарантирует, что цветочная продукция безопасна. Кожные и заболевания дыхательных путей не вызовет. Только в праздник мало кто из покупателей об этом задумывается. На это, видимо, и надеются предприниматели. На эту точку тюльпаны доставили из Еревана. Цветы прошли пограничный контроль. Значит, хотя бы здесь есть все документы. Наверное, всё-таки у вас, наверное, должны быть документы. У меня нет, у хозяина. Тоже у хозяина? Да. Давайте хозяину позвоним, чтобы он нам привёз документы. Акт фитосанитарного. Связываемся с предпринимателем по телефону. Алло. Алло, здравствуйте. Бабкен? Да. Это вас телекомпания Астрахань 24 беспокоит. Да. Хотим узнать, есть ли у вас акт фитосанитарного карантинного контроля и разрешение на торговлю на улице. Да, конечно, есть все у нас. А вы можете прийти и предоставить эти документы? Да, конечно. Предприниматель подходит на рынок через минут 10, но без документов. Документы нужны. Хорошо, пишите адрес. Вы также инспектором Рослия Коснадора говорите? У меня помощница есть. Вам покажут все документы. Вы также говорите инспектором Рослия Коснадора? Я вам объясняю. Вот так вот. Документов на месте нет. Предприниматель здесь. Здесь с праздником, с 8 марта. Женщины, поздравляем. А предоставить документы так и не может. Съездите туда, не зная куда. Проверка сотрудников Ленинской администрации показала, что каждый второй предприниматель на улице Савушкина торгует цветами без разрешения. Либо прилавок установили совсем не там, где прописано. Мы передали разрешение. Сейчас подождем. А вот здесь точный адрес не указан. Савушкин 23В. Савушкин 23В, рынок юбилейный. То есть они на территории рынка? Нет. Ну, как бы рядом с рынком юбилейный. Они зашли за территорию. Что им грозит за несанкционированную торговлю здесь? Административным правонарушением это является. Будет составлен протокол. Штраф от 1 до 3 тысяч рублей продавцов из Армавира не пугает. Они установили столы с тюльпанами прямо на остановке. Гости с Кубани утверждают, что разрешение от администрации города получить тяжело. Что не достоишься в администрации? Да ну, бросьте. Да как бросьте? Просто заранее приезжайте с документами, что у вас есть земля в отцовной хайсе. Зато на этой точке нам впервые показали акт фитосанитарного контроля. Дата 28 февраля. Можно вам справку дальше. А где здесь написано, что именно на тюльпаны это? А вот, срезанные цветы и бутоны, свежие тюльпаны. Полторы тысячи штук. Арснодарский край. Отправляемся в район рынка Большие Исады. На улице Нагина торгуют мимозами, примулами и тюльпанами прямо с машин. Никто не смог показать даже один из двух документов. Наша камера их не смущает. Они продолжают торговать. В цветочном бизнесе, как говорится, несколько дней год кормят. И штраф – три тысячи рублей. Они зарабатывают за несколько часов торговли. В Новый год они завозят ёлки. В 8 марта – тюльпаны. Некоторые предприниматели нас помнят ещё с предновогодней проверки ёлочного базара. Забыла, что ли? Когда ёлка к нам обращается? По старой дружбе нам предлагают показать совсем другие документы. Наша проверка ещё раз доказала, что до организации легального уличного цветочного рынка в Астрахани далеко. Старожилы и новички в этом бизнесе не хотят тратить ни время, ни деньги на оформление документов. Главное – нужно успеть распродать скоропорчащий товар. Ведь в праздник на все цветы цены высокие. Роза, которую в обычные дни можно купить за 80 рублей, 8 марта дешевле 120 рублей не найдёшь. Врастают в цене и тюльпаны – от 60 до 80-100 рублей. Веточку лилии дешевле 250 рублей тоже не купишь. Жанна Олива, Руслан Срывченко, Центр новостей.